В 2017 году китайские телефоны впервые заняли более половины от общего объема продаж. И такую цифру уже попросту нельзя игнорировать. Львиную долю, конечно, занимают бюджетные устройства, о которых я рассказывал в прошлых выпусках. Но и среди флагманов китайцам есть что показать. При цене в 2, то и в 3 раза ниже от флагманов А-брендов, производители из Поднебесной в состоянии выкатить на рынок такие устройства, которых первые не всегда и по техническим характеристикам догнать-то могут. Не говоря уже о стоимости. В этом ролике я покажу вам 10 самых крутых смартфонов из Китая в 2017 году. Поехали! В современном мире безрамочности все же осталось место старой школе. Маленькие рамки, конечно, круто, но с ними больше нет и естественной защиты у экрана. Одно маленькое, неосторожное движение может сопровождаться ужасной болью. Еще один представитель старой гвардии Xiaomi Mi 5S Plus. Смартфон в старом, добром металлическом корпусе с разогнанным по максимуму мощным процессором, новой двойной камерой и ценой втрое ниже, чем у флагманов раскрученных брендов. Mi 5S Plus получил качественный 5,7-дюймовый Full HD дисплей, а также Qualcomm Snapdragon 821 – самый крутой процессор 2016 года. Камера Mi 5S Plus днем выдает отличные снимки, тоже на уровне флагманов 2016 года. Фокусировка быстрая, а аскетичный интерфейс не мешает делать качественное фото. Оперативной и постоянной памяти в зависимости от версии может быть 4,64 или 6,128 ГБ соответственно. Под основной камерой установлен сканер отпечатков пальцев, а батарейка на 3800 мАч поможет забыть о подзарядке дня на полтора. В целом Xiaomi Mi 5S Plus на сегодня предстает смартфоном, который в аскетичном облике предлагает актуальную и в этом году начинку, которая, конечно, на один уровень ниже, чем у нынешних флагманов, но уже и не по завышенной до небес цене. Определенно лучшая для тех, кто привык получать максимум от своих вложений. ZTE Axon 7 – не лучший смартфон на рынке, но определенно заслуживает внимания. Дизайн этого смартфона ZTE отдали на аутсорс, то бишь его разрабатывала другая компания. И не какая-то, а сама BMW. Именно немецкие дизайнеры рисовали Axon 7. Остальные выводы делайте сами. Сам корпус сделан из алюминия. Качество сборки и материалы на высочайшем уровне. Рамки по бокам дисплея минимальны, а сверху и снизу два громких и сочных стереодинамика, которые утрут нос любому смартфону в этом топе. 5,5-дюймовый AMOLED-экран этого смартфона с разрешением QHD также не упустят малейших деталей. У него естественная цветопередача. Белый выглядит белым, а чёрный – чёрным. Всем этим заправляет Qualcomm Snapdragon 820 с четырьмя или шестью гигабайтами оперативной и шестью десятью четырьмя или сто двадцатью восьмью внутренней памяти. Установленной батарейки хватит на день использования, но не более. При этом смартфон компактен, что тоже немаловажно. Камера одинарная, 20 мегапикселей. Днём при хорошем освещении с ней нет никаких проблем. Снимки получаются хорошего качества. Но вечером всё сильно меняется в худшую сторону. Но не в камере тут счастье, хотя и она по сути неплохая. Самая главная фишка Axon 7 – это, конечно же, звук. Он здесь превосходен. Помимо крутых динамиков, поражает звук в наушниках. А ведь ещё бы, внутри спрятаны два профессиональных звуковых чипа, которые способны погрузить вас в сказку, выжав всё из дешёвых и прокачав самые сумасшедшие дорогие наушники. Даже в суперсовременных LG G6 или Galaxy S8 вы не услышите подобного. Поэтому, если вам нужен породистый музыкальный смартфон, ваш выбор должен пасть на Axon 7. Тем более ценник на него сейчас приятно радует. Главное отличие нового флагмана Mizu Pro 7 Plus от конкурентов – вспомогательный дисплей, на который выводятся уведомления, информация о звонках или музыкальных треках. Больше нет потребности постоянно включать экран ради таких мелочей. Также с помощью этого экранчика можно селфиться на основную камеру из двух модулей Sony AMX386 по 12 мегапикселей каждый. И оптическая стабилизация тут поможет. Днём выходят отличные снимки. Вечером тоже есть смартфоны и получше в этом смысле. Кстати, второй дисплей сенсорный, цветной и выполнен по технологии AMOLED диагональю 1,9 дюйма при разрешении 240 на 536 пикселей. Основной же экран Super AMOLED на 5,7 дюйма с разрешением Quad HD. Есть сканер отпечатков пальцев и 16-мегапиксельная фронталка. Аппаратной основой стал 10-ядерный процессор Mediatek Helio X30, который выдаёт результаты примерно уровня 820-го дракона, прошлогоднего флагмана от Snapdragon. 6 гигов оперативной и 64 или 128 встроенной памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с функцией быстрой зарядки. Джек для наушников есть, влагозащиты нет. Благодаря выделенному звуковому чипу, звучит потрясающе, выигрывая у большинства конкурентов. Впрочем, Meizu всегда славились звучанием. В целом, Pro 7 Plus получился крутым устройством, со своей индивидуальностью и харизмой, за которое сейчас просят порядка 400 долларов, но со временем цена несомненно упадёт. Можете проверить её сейчас, перейдя по ссылке в описании. Там, к слову, все ссылки на представленные телефоны, как с GearBest, так и с Ali. Новый смартфон ZTE Nubia Z17s стал улучшенной версией просто 17-й. Но дисплей стал больше, заметно уменьшились рамки и исчезла сенсорная кнопка. Это 5,73-дюймовый LTPS-экран с разрешением Full HD+. Малые габариты смартфона при таком экране впечатляют. Аппаратной основой стал восьмиядерный Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. В Antutu 180 тысяч попугаев. Аккумулятор обладает ёмкостью 3100 мАч, поддерживает быструю зарядку. Камера у новоиспечённого флагмана такая же. Два сенсора с разрешением 23 и 12 Мп и фокусировкой в 0,03 секунды. У первого модуля есть оптическая стабилизация, а второй позволяет снимать с двукратным оптическим увеличением. Снимки выходят приличные, но не идеальные. К слову, всё в корне меняется, если снимать на стороннее приложение для съёмки. Фронтальная камера теперь тоже состоит из двух сенсоров с разрешением 5 Мп. Привет размытию фона на селфи. Сканер отпечатков безошибочно разблокирует гаджет за 0,1 секунды. Из явных недостатков Nubia кривая прошивка. Русский язык есть, но переведено примерно процентов на 85. В стоке нет плеймаркета. Возможно, что на момент просмотра вами этого видео это всё уже исправили. Но если всё же решили приобрести Nubia, будьте готовы к перепрошивке устройства. Тогда это будет идеал недорогого флагмана. В остальном, Nubia Z17 безусловно является достойным и дико красивым безрамочным флагманом с зазором на будущее по привлекательной цене, стартующей от 450 долларов. Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro безрамочные флагманы от китайского бренда конца 2017 года. И десятка не выглядят бедным родственником перед прошкой, но остановимся мы именно на этой трендовой версии с диагональю в 6 дюймов. Да, есть ещё Mate 10 Pro Porsche Design, но это уже совсем для отбитых. Дисплей AMOLED с разрешением Full HD+, новый процессор Kirin 970. В компании утверждают, что это первый чип с искусственным интеллектом. Он может быстро распознавать объекты на фото и выдавать похожие в поиске, запоминают ваши привычки и предпочитаемые вами приложения, и в конкретное время или в ситуации заранее запустят их в фоне, что позволяет повысить скорость работы и сэкономить ресурсы. В общем, процессор здесь флагманский, в прямом смысле этого слова. Умеет очень много, к Qualcomm'у будет даже чему позавидовать. 6 гигабайт оперативки и 128 внутренней, без поддержки карт памяти. Есть влагозащита по стандарту IP67, нет джека для наушников. Основному стереодинамику в такт подвывает разговорный. Емкая батарейка в 4000 мАч не даст попасть в неловкую ситуацию в разгаре дня, а быстрая зарядка поможет максимально избежать последствий конфуза, если он все же произошел. Камера двойная, со значением светосилы в 1.6, что впечатляет. Снимает на уровне хваленого LG V30 и уж точно не хуже восьмого айфона. Все, что нужно знать о ней. Все было бы хорошо, если бы совсем не китайская цена в 950 долларов. За младший просят примерно на сотку меньше, а на версию Porsche Design и вовсе загнули ценник в 1647 долларов. Я не знаю, об какую стену бились маркетологи компании выставляя подобную цену, но думаю, вы мне поможете с этим определиться в комментариях. Ну а на этом все на сегодня. Напоминаю, что все ссылки на представленные смартфоны вы найдете в описании. Я рекомендую магазин Gearbest, там и цены подешевле, и продавцов хитрожопых нет. Все открыто и честно, покупателей не кидают. По крайней мере, я таких случаев не знаю. Сам уже не первый год там закупаюсь. К тому же на некоторые модели я оставлю приятные купоны на скидку, которые нужно вводить в специально отведенном поле при оформлении заказа. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и голосуйте в вопросе, какой смартфон из Китая считаете лучшим вы? И до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok